К нам присоединяется Ростислав Мурзагулов, российский политтехнолог, экс-председатель общественной палаты Башкортостана. Ростислав, приветствуем вас. Здравствуйте. Добрый день, коллеги, Ратвитти. Итак, назначение экономиста Белоусова министром обороны означает, что Путин намерен превратить ВПК в двигатель российской экономики и за счет ее милитаризации еще долго продолжать войну. Вот так просто объясняют все эти назначения Майкл Коффман, старший научник, сотрудник Центра Карнеги. Его слова приводит Financial Times. Как вам такое мнение? Все ли можно объяснить такие вот ротации с точки зрения экономики? Ну, я бы поправил коллегу только в том, что не российской экономики, а советской экономики, поскольку действительно Белоусов, это, конечно, удивительный персонаж. Это человек, который вроде как вырос в новейшей российской истории, но остался мозгами где-то там вот в госплане СССР. Ну, видимо, тут сказываются какие-то семейные, знаете, какие-то истории, потому что он из семьи, то есть, советская, я так понимаю, экономическая профессура. И вот ему кажется, что единственная правильная экономика, это экономика вот такого кентианского советского типа, когда вздуваются до нельзя все госрасходы, строится всякая гигантская история, а-ля там заводы, газеты, пароходы, в основном, которые производят, конечно, пушки, танки, самолеты. Ну, и, соответственно, потом как бы все становится резко здорово, все заняты, в общем-то, ВВП растет, все растет. Но, правда, я, конечно, вот не такой крутой экономист, как господин Белоусов, но я видел, чем закончился Советский Союз, да, в общем-то, в котором это все было с блеском реализовано. И, соответственно, заканчивается вся эта коллагода, естественно, большим хлопком и развалом, поскольку, в общем-то, все это вздутие, оно, в общем-то, как любой пузырь, когда-то заканчивается взрывом. И, соответственно, как бы очень хорошо, что именно такого персонажа сегодня Путин отправил спасать свою ситуацию в этой безумной войне, потому что там сейчас начнется очень интересный процесс. Этот советский экономист, он сейчас начнет там, значит, ставить планы, требовать отчеты, а генералы, которые привыкли воровать без плана и без отчета, и безотчетно все потом тратить на свои виллы в Дубаях, они, соответственно, будут сопротивляться, естественно. И вот сейчас вот у них же прелесть положения заключается в том, что сегодня у какого-нибудь генерала Петрова, значит, вот под началом есть 300 танков. И на это техобслуживание, этих 300 танков, он в месяц спиливает там, я не знаю, 5 миллионов, условно говоря. Обслужил он эти танки, не обслужил, смазал он там маслицем или маслицем все продал куда-нибудь налево. Это об этом история умалчивает. Но тут сейчас приедет, как они его прозвали, там эти российские генералы уже говорят, они его прозвали «счетовод» или «бухгалтер». Вот у него два есть прозвища уже, собственно, в российских военных элитах. И вот приедет «счетовод» и «бухгалтер» и начнет считать, а сколько на самом деле танков смазано, сколько не смазано. Соответственно, генералы некоторое время, значит, будут делать вид, что его слушаются, а потом, конечно же, поднимут генеральский бунт и начнут рассказывать Путину, ну, как нехороший Белаусов, как он все развалил, как он там все, понимаешь, подвел, так сказать, под монастырь. Как они, вот посмотрите, Владимир Владимирович, проиграли вот эту битву, еще вот этот город сдали, еще вот эти пять поселков. Все потому, что танки все ходят не смазанные. Вот, ну, соответственно, как бы в конце концов, в общем-то, я думаю, что коса на камень найдет, поскольку, понимаете, Путин, он ведь был такой подвержен сладкой истоме и воспоминаниям, как его эффективный менеджер Сердюков навел порядок вот в этих авгиевых конюшнях в свое время. Ну, ходила такая росхожая фраза, по крайней мере, про этого Сердюкова, потому что действительно, ну, там любой от боли или менее адекватный человек, он бы сделал все-таки лучше, чем все делали генералы до него, и, в общем-то, люди в маршерских погонах, которые до него там руководили, ну, и прочих генеральских. Значит, соответственно, вот он хочет, чтобы сейчас там все стало эффективно с точки зрения экономики, потому что кто-то ему объяснил, вот что все проблемы в том, что вот там все украли, значит, и не, не, значит, рачительно расходуют средства, а то бы мы давно уже Киев за три дня, ну, максимум за четыре бы взяли. Вот, и, соответственно, он сейчас считает, что проблема в этом. Ну, так вот, соответственно, это, соответственно, когда выяснится, что проблема и не в этом тоже, вот, ну, тогда Путин будет дальше искать какие-то решения, будет снова искать каких-то виноватых. В общем, Белоусов, конечно, пришел, я бы сказал, на такую расстрельную должность, на должность, на которой он обречен на провал. Ну, давайте дальше поковыряемся в российском правительстве. Премьер Мишустин предложил повысить должности сына Патрушева и сделать министром энергетики мужа родственницы Путина. Как вам в целом такое косметическое обновление нового Кабмина? Ну, или, как говорят, я слышу такое мнение, перетряхивание пауков в банке? Ну, собственно, это перетряхивание пауков в банке, ну, и, собственно, как не породить родному человечку. То есть, в общем-то, в России сегодня вот этот вот российский варварский элитаризм, он, в общем-то, дошел уже до той степени, что все уже перестали скрывать, собственно, вот эту передачу власти по наследству. В общем-то, тут у нас везде растут, как грибы после дождя, вот эти вот молодые отпрыски всевозможных Патрушевых, Ковальчуков, Ивановых, Теченых и так далее, и так далее, и так далее. Ну, те из них растут, кто не погибает по каким-то трагическим причинам, соответственно. Ну, в общем-то, в основном они все же растут. И это, конечно, тенденция, с одной стороны, такая как бы раздражающая. Понятно, что никому не нравится, когда рост людей происходит очевидно по причинам умовства и непотизма, а вовсе не профессиональных качеств. Однако для нас с вами, как для тех, кто заинтересован в том, чтобы как можно скорее ситуация изменилась бы в России в сторону свободы, а в Украине в сторону мира, соответственно, у нас есть заинтересованность в том, чтобы они продолжали так себя вести. Потому что там сейчас возникает очень интересное такое движение. Я начал его подлавливать еще год-два назад, когда вот эта вот молодая порсель, на самом деле, путинская, она совершенно не идеологизирована. И у них, в отличие от Белоусова, которого мы в своем предыдущем вопросе обсуждали, у них нет ничего такого советского и имперского в головах. Потому что они все росли уже на черной икре с маслом. Они росли на поездках в Арим, Париж и так далее. Они совершенно не желают переругаться со всем миром и погибнуть в гиене огненной ядерной войны. Соответственно, они видят и понимают, что их деды сумасшедшие, их родители и прочие родственники, они ведут их вот ровно к этому. Они только что примерили красивый костюм зели, только что начали жить, и у них совершенно нет желания погибать в гиене огненной. И, соответственно, вот тут возникает интересный момент, что с этими людьми, западным разным людям, которые обладают полномочиями вести такие переговоры, с ними достаточно легко договориться, поскольку это люди абсолютно циничные. Они за доллары и евро продадут родному папу и родную маму очень легко и хорошо. Значит, и, соответственно, это просто вопрос цены. И, соответственно, это то, что нужно с ними обсуждать. И, соответственно, я, насколько понимаю, что на прошлой неделе была такая замечательная утечка из британской разведки, в которой они говорили, что они ведут переговоры с российскими элитами и ведут успешно. И что-то мне подсказывает, что вот эта молодая поросль, это именно те, с кем такие переговоры относительно, сдайте мне ваших сатрапов, а мы вам простим вот здесь вот здесь вот здесь, и вы сможете дальше жить. Мне кажется, что это прямо обречено на успех. Вот с удовольствием смотрю на этот вот увлекательный сериал. Интересная версия. Давайте рассмотрим еще версии, но гораздо более, по более серьезному поводу. Взрыв многоэтажки в Белгороде. И одно из наблюдений аналитиков, что взрыв был с российской, в кавычках, стороны. Вероятно, уроненная авиабомба, как уже неоднократно случалась в Белгородской области. И другое мнение, достаточно интересное, что дом могли взорвать изнутри. А синт-обозреватели считают данное происшествие похожим на то, что происходило в Москве в 1999 году, когда с целью оправдать войну в Чечне ФСБ совершало якобы подрывы многоквартирных зданий. И даже появилось выражение не рязанское, а белгородский. Сахар. Как вы относитесь к такому мнению, что белгородцев могли избрать такой сакральной жертвой, чтобы оправдать наступление тоже в Харьковской области? Ну, здесь все достаточно прозрачно, на самом деле. Здесь много информации, много видеосъемок. И, в общем-то, зафиксировано действительно очень четко положение этого дома. То есть там понятно, откуда что могло прилететь. И у меня лично нет никаких сомнений насчет того, что там именно произошло. То есть я считаю, что туда залетел кап. Потому что, как вы знаете, эти устаревшие идиотские бомбы, неуправляемые, они, в общем-то, сегодня их просто привязывают к ним такие маленькие крылышки для того, чтобы запускать эту бомбу с территории России, чтобы, соответственно, не зацепило ПВО Украины и не разнесло бомбардировщики. Соответственно, эти самодельные управляемые, но плохо управляемые бомбы, они, естественно, постоянно сходят с маршрутов. В этот же день, кстати, официально Минобороны России признала сход еще двух таких КАБов. И, соответственно, здесь, в общем-то, все абсолютно логично. То есть очевидно, что еще один этот КАБ с маршрута сошел, вошел в эту девятиэтажку, вот таким образом ее разрушив. Но при этом, что хочется сказать, как бы тот ход мысли о том, что россияне совершенно не против того, чтобы их дома взорвались, чтобы они, я имею в виду россияне, которые управляют процессами, естественно, чтобы они дальше с большим успехом набирали пушечное мясо на эту безумную войну, это для меня очевиднейший факт, поскольку, ну, представьте себе, вы отправляете плохо управляемый самодельный снаряд прямо над жилыми массивами. Очевидно совершенно, что среди них вот совершенно с гарантией определенный процент сходит с маршрута и падает раньше. То есть если это падает раньше, то это на головы мирным жителям. И это происходит уже не первый и не второй раз, но и вот сейчас, наконец-то, это вот так в кавычках повезло жителям вот этого дома. Им, естественно, сначала начали тут объяснять, что Украина прямой наводкой, там, значит, из точки У била в девятиэтажку. Только возникает большой вопрос, а для чего это Украина, и какая вообще логика в ударе прямой наводкой по девятиэтажке, что это помогает решить. Кроме того, что если бы Украина так делала, то Запад бы их не поддерживал, потому что это Украина жертва, это россияне действуют как агрессоры, а Украина обороняется и бьет по военным целям, и эту парадигму никто менять не собирается, даже исходя из прагматичных соображений. Ну и, соответственно, в общем-то, даже сами потом минобороновцы вынуждены были сказать, что, ну нет, мы все-таки эту точку У сбили, и, значит, таким образом она упала, таки, на жилой дом. Но при этом, вот это не учитывается каждый раз нашими этими российскими горе-военачальниками и горе-чиновниками, что сейчас все снимается, сейчас все в прямом эфире. И просто многие люди сняли, откуда произошел взрыв. И взрыв совершенно очевидно произошел так, что, ну, эта точка У должна была такой головокружительный кульбит, причем в обратную сторону совершить, как бумеранг такой, полететь просто сначала вперед, а потом назад, чтобы врезаться вот так в этот дом со стороны, как бы той, откуда Россия только могла атаковать. Ну, конечно, я верю в данном случае Руслану Левееву, который говорит о том, что, ну, они дают 99%, что такое произойти просто физически, по законам физики, никак не могло. Давайте поговорим еще о событиях недавних дней, параду Путина. Почетных гостей было не густо. Беларусь, страны Центральной Азии, президенты Кубы, Лаоса и Гвинея Бесау. В трое меньше техники, в пятеро меньше авиации, ну, и колонна участников так называемой СВО. Как вы вообще оцениваете это мероприятие и состав гостей? Белорусский пес меня очень порадовал, и он был с очень красивым белым пушистым питомцем. Поэтому, ну, в общем-то, да, вызвали белорусского пса, а он привез с собой маленькую собачку красивую. Вот, да, вот так же, по-моему, был. Вот, ну, я вот так это и оцениваю, потому что, ну, действительно, туда, кроме тех, кто вот являются ручными собачками Путина, туда, конечно, никто не приехал. И очень забавными были, конечно, сообщения, которые прямо вот на ленте ТАСС, новостного агентства российского государственного, шли одно за другим. Гвинея Бесау получила списание долга в количестве стальки-то десятков миллионов долларов. Президент Гвинеи Бесау приедет на парад на Красную площадь. То есть это было так, знаете, горько на самом деле. Я бы хотел сказать смешно, но нет, не было смешно. Потому что, конечно, было бы гораздо лучше, если бы всего этого не было, если бы были приличные люди, если бы не было вот этих безумных войн. Но вот есть, к сожалению, вот авторитарный, выживший из ума демагог, который вот сегодня на излете своей карьеры вот заканчивает вот в таком окружении. Значит, ну и, собственно, действительно, единственное, что украсил этот парад, это маленькая красивая пушистая собачка. Все остальное было абсолютно уродливо. По поводу окружения еще рядом с Путиным на трибуну посадили военных преступников. На это обратило внимание издание агентства. Старший лейтенант Чалым Чулдумол из 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Именно это подразделение почти месяц удерживало 360 жителей села Ягодное в подвале школы. И за это время там умерли 11 человек. Еще один герой, в кавычках, майор Борис Дудко. Его 76-ю десантную штурмовую дивизию обвиняют в зверствах в Буче. Вот героизация убийств от бывших зэков до военных преступников. Как вам такой новый тренд в идеологии России? Вы знаете, это такая опора на вот лучших из худших, я бы так это сказал. Поскольку у Путина есть понимание где-то внутри, что вот лучшие из лучших россиян, конечно, никогда не поддержат это. Никогда не встанут рядом с ним в этой безумной войне. Никогда не будут оправдывать то, что происходит. Но, соответственно, он вот в полном соответствии с поведением любого такого киношного злодея говорит, ах, значит, хорошие мальчики не хотят со мной играть. Они все кто-то уехал, кто-то меня критикует, кто-то пытается со мной бороться. Окей, я тогда окружу себя плохими мальчиками, и мы с ними будем всех дружно и обижать. Ну, то есть вот это прям вот такая логика. Абсолютно такая детско-дворовая такая. И это вот говорит об интеллектуальном уровне российской власти, об уровне морального разложения президента Российской Федерации, который за четверть века у власти стал еще хуже, чем он был. А он и был-то не ангел, да? Он был сначала чекистской молью и никем, или Никтошкой, как назвала его тонко одна из депутатов Единой России, кстати. Значит, соответственно, вот этот Никтошка потом превратился в лютового коррупционера в Санкт-Петербурге, да? Ну и просто вора такого, который увлеченно себе строил кооператив Озера и вообще всячески организовал свой досуг. Ну а потом, как бы, да, когда просто вор окружил себя вот такими людьми, которые помогли сделать его власть абсолютной, собственно, вот этот вот Никтошка и вор превратился в монстра, превратился в массового убийцу, человека, у которого голова улетела в космос, и который ведет себя вот так, как он себя ведет. То есть это абсолютное моральное разложение. Это еще раз подчеркивает, что правы те люди, кто повторяют вслед за Черчиллем, по-моему, да, что демократия, конечно, строй несовершенный, но лучше него пока ничего не придумали. И именно поэтому ни один человек, даже изначально нормальный, адекватный, не должен править больше двух сороков подряд. А уж когда такой человек, как Путин, изначально правит четверть века, вот он в любом случае превращается вот в такого вот монстра. Ну и, соответственно, монстру и монстр в конец. Я думаю, что он будет достаточно неприятным и, безусловно, неестественным каким-то. Минздрав России три года не включает около 20 жизненно важных медикаментов. Перечень лекарств, которые закупаются за счет федеральных или региональных бюджетов. А председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о нехватке в России 30 тысяч врачей. И для устранения проблемы в Минздраве решили возродить советскую систему распределения студентов-медиков по регионам сразу после окончания учебы. По вашим наблюдениям, каков сейчас диагноз российской системы здравоохранения? Ну, она при смерти, безусловно, эта система. И вообще, конечно, восстановление всего советского это такой очень забавный тренд. И сейчас у нас вот Белоусов будет восстанавливать советскую армию. И, соответственно, кто-то будет восстанавливать советскую медицину. Ну, сказать, что советская медицина была хорошей, я не знаю. Но я вот помню советскую медицину. Я помню эти очереди в поликлинику за любым чихом. Я помню, как доступна была эта медицина только для вип-персон. И как были какие-то специальные больницы и так далее. То есть я думаю, что, ну, наверное, в этом преуспели бы российские власти, если бы у них было много времени на то, чтобы все это построить. Но, знаете, глядя на все то, что происходит на вот этом вот большом российском пространстве, у меня есть такое ощущение, что вообще Россия, она такая, знаете, как шагреневая кожа потихонечку сворачивается, как государство. Она заканчивается, как вот попытка организовать вот эту такую еще раз недоимперию. У меня есть ощущение, что больше года-двух это все не протянет, поэтому ни черта они не успеют построить. Все это загнется, так и не начавшись. Ростислав, спасибо огромное, что присоединились и диагноз поставили и диалоги, и медицине, и ВПК российскому экономике. Ростислав Мурзагулов, политтехнолог и экс-председатель Общественной палаты Башкортостана, был на связи со студией «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...